Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии. Очаровательная Александра Хайрулина. Роман Шахов, как всегда, прекрасен. Ну, мы-то что, друзья, здравствуйте. Мы очень рады, что сегодняшний концертный зал имени группы «Фрукты». Ребята, большущий привет. Мы очень рады вас видеть здесь, в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Резиденты программы «Вечерний в орган» в первом канале. Да, и, друзья, сегодня мы с вами наконец-то узнаем, что группа «Фрукты» знает не вот такие каратулечки. Вступления, песен, начало, маленькие отрывки. Они исполняют целиком песни. Вот я так пошутила. У них огромнейший репертуар. И, кстати, хотелось бы, чтобы они тоже что-нибудь сказали, то подумают, те, кто нас слушают, что мы с тобой сидим вдвоем разговаривать. Добрый вечер здесь все. И, конечно, Саша. Даль, Саша, давай с тебя начнем. Ну, а ты уже всех поприветствуешь и представишь всех участников. Представлю всем привет. Добрый вечер. Начнем с Костей. У нас здесь Костя Леоночкин, наш басист-контрабасист, мастер художественного слова. Разговорного жанра. Да, отлично. Отлично, так. Слышите. Константин Калешонок, наш замечательный саксофонист, вокалист, просто красавчик. Фидель, наш перкуссионист. Сегодня он будет играть на малом барабане, как кахоне в простонародье. И Михаил Попов. Аккордеон. Спасибо большое. Я все время путаю баян и аккордеон с детства. Если есть клавиши, значит, это аккордеон. Я вспоминаю. Вот я тебя вспоминаю в этот момент. Это уже голос Мими, мы услышали. Да, да. Вот. И Алеша, наш гитарист, замечательный вокалист, автор песен. Но об этом попозже в следующем эфире. Да, обязательно расскажем. Ну и, конечно, Мими. Конечно, добрый вечер. Добрый вечер. Всем привет огромный. Ребята, обращаюсь к нашим зрителям и слушателям, что грядут очень красивые музыкальные события. События года, я их так назову. Концерты группы Фрукта. Ну, лучше, наверное, если вы расскажете сами. Ближайшее у нас это в Москве. В Москве, да. 15 ноября. Да, Red Club. Это у нас традиционные концерты, посвященные нашему дню рождения. Вот так придумали. А в этом году, между прочим, группа Фрукты отмечает семилетие. Так точно. После Москвы отправляемся в Петербург. 19 ноября мы всех тоже ждем Аврора концерт, холл прямо напротив красивой, серой, волшебного цвета серого Аврора сама. Ну и пока люди уже в интернете смотрят, где и как можно приобрести билеты, мы сейчас примерно покажем, что же там будет. Да, ребят, давайте грянем. Да, мы начнем с песни. Сейчас сложные времена, поэтому начнем песни про все человечество и что все мы должны оставаться человеками. Раз, два, три, фрукты! Раз, два, три, фрукты! Раз, два, три, фрукты! Продолжение следует... 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 Кап-кап-кап-кап, кап-кап-кап-кап Из ясных глаз Марусика поют Прямо на копьем, зачем? С медленной зимой, опять же под сосной С любимой у Панюша встречается Хочу, город звенит и нежно говорит Вернуться я к тебе, раскрасавица Маруся От счастья слезы льет, как гусли Душа ее поет Скрип мне Єваживай Оно С testedой Течев heures Когда Доцепть Безвестный класс Марусика пою Прямо на копье Безвестный класс Марусика пою Прямо на копье Браво! Группа Фроппи Ребят, скажите, пожалуйста, спрашивали ли вы, или может быть он сам говорил, Александра Сергеевича Зацепина, как ему вот такая трактовка песни? Такая Маруся, как его! Мы не нашли его адрес, а сам он нам еще пока не писал Ну, возможно, он сейчас посмотрит, послушает и что-нибудь напишет Ну, давайте по предстоящей концерте Итак, 15 ноября в Москве в Red Club И 19 ноября в Петербурге в Аврораконцерт Холл Из чего состоит программа? Программа состоит в этом году из именно наших каверов Мы подготовили несколько новых И, в общем, это будут такие танцы У нас есть концерты такие, когда мы играем авторские песни Совмещаем, то есть у нас такие на блоке делятся А в этот раз мы решили прям зажигать от начала до конца Тем более, что уже скоро Новый год, уже пора начинать В прошлом году в Yota Space Мы не заканчиваем, в общем-то Сашенька, в прошлом году в Yota Space был концерт у вас Люди, которые ходили туда, они хотели бы узнать, а что в этом году будет? Ну, во-первых, тогда мы играли большим составом Сейчас у нас акустический наш состав Unplugged такой, да? Как мы сейчас вот играем Ну, Unplugged это не подключаясь Мы все-таки подключимся к каким-то проводам Чтобы нас было слышно на галерке Вот, но в целом это другой совсем концерт Совсем не такой А если мы говорим об авторском материале, то он откуда берется? Если это не кавер, то кто? Кто же пишет? Кто же, да Костя вот ходит за слухами Из-за материала музыкального А, из-за вдохновения, да, в разные места Музыку разнали, и они тоже Костю посещают У нас нет никаких этих предпочтений, от кого бы этот материал повалился Мы у нас все в коллективе так или иначе творят И единственное, что... Кто первый успеет Да, кто первый успеет прийти на репетицию и раздоложить о своих Песню и разучивают, я так понимаю Приблизительно так и есть Скажи, пожалуйста, ты все-таки основала эту команду Ну, высказано, но да Ну, это правда, ну как раз И команда получилась очень успешная, очень радостная, очень музыкальная, очень креативная Не так, не так, я собрала просто команду из успешных людей, поэтому все получилось Успешно радостно Секрет именно в этом, то есть это были уже самостоятельные, успешные, состоявшиеся музыканты или что-то вот... Это просто были люди, которые на моей памяти... То есть, во-первых, это, конечно же, случай, потому что Костя в каком-то, наверное, легком алкогольном опьянении однажды вечером возможно Я мог себе раньше позволить Мог, это только раньше, конечно Семь лет назад Просто случайно промахнулся И послал именно мне сообщение ВКонтакте, чтобы я пришла и спела с ними на одном фестивале Кавер-пати в Санкт-Петербурге И с того момента я просто очень ярко вспомнила о их существовании Потому что у нас был период долгий, достаточно необщения И как раз я, можно сказать, единовременно уволила первый состав По причине профнепригодности По причине непригодности, да И она выражалась в том, что они не очень любили просто музыку Ну, то есть там, типа, а зачем нам репетировать, мы уже эту песню знаем Ну, в общем, да И это случилось в один день, я уже практически села плакать И вот написала сначала Костя, а потом я вспомнила про Мими И, в общем, буквально через несколько дней, через пять, наверное, после нашего выступления на кавер-пати Вот, собрался вот этот вот классный состав Легендарный коллектив группы «Фрукты», друзья Да, мы когда первый раз выходили на сцену Мы даже, по-моему, не назывались «Фрукты», а уже называли себя легендарными Чтобы как бы люди понимали, что все очень серьезно А кто придумал, Саша? Кто «Фрукт» придумал? Кто предложил название? Слушайте, мы, поскольку выступали изначально на... Вообще коллектив создавался на платформе ресторанов итальянских в Санкт-Петербурге «Пробка Фэмили» Вот, и хотелось какое-то название близкое к еде Сливки были Тортик — странное название для группы Хотя были разные Был вариант, по-моему, и перцы Что тоже неплохо, но как-то хотелось подобрее В общем, и было «Фрукты» И потом был какой-то концерт Мы еще были неуверены И тогда подошел на тот момент еще живой барабанщик группы Виктора Цоя И сказал «Новые фрукты» Мы такие, ну, все И решил судьбу Следующая песня у нас не Виктора Цоя будет, случайно Мы как-то, по-моему, вычеркнули из списка По-моему, ленинградскую, да? Ленинградскую Ленинградскую, да Восьмиклассница Ребят, нас не слышно Пустынные улицы вдвоем с тобой куда-то мы идем Я курю А ты конфетки ешь И светит фонари Давно ты говоришь Пойдем в кино А я тебя зову В кафак, конечно У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Восьмиклассница Ты говоришь, что у тебя по географии Троя ко мне на это просто наплевать Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил Синят нога, значительно молчу И дальше мы идем в восьмиклассница Мамина помада, сапоги старшей сестры Мне легко с тобой, а ты гордишься мной Ты любишь свои куколы, воздушные шары Тот здесь ровно, мама ждет тебя домой Восьмиклассница 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 Эта песня была бы вот в такой версии как раз в этой картине И в Грузии, мне кажется, тоже могли так исполнить Роскошно Мы когда сочиняли этот камер, думали про Сербию почему-то В Грузии мы тоже любим Ребята, роскошно Скажите, пожалуйста, как вы так к Цуэ относитесь? Все-таки вы питерцы, насколько повлиял этот артист на ваше мировоззрение, на ваше становление как музыкант Мне кажется, что нельзя никак к этому относиться, это просто часть нас И это, я не знаю, с чем сравнить Даже не хочется никаких сравнений Это в сердце каждого музыканта Виктор Цой, группа кино Мы на этом росли, так получилось Спасибо Мы стараемся не испортить И я надеюсь, что те, кто слышали вот сейчас нашу версию Вот с той же любовью к этому относятся Потому что для нас с этим много связано С душой, с душой исполненно это слышно Рома, я хочу вот спросить, я смотрю на руку Саши А у нее, я подумала бы, что там, наверное, должны быть фрукты, в принципе Но там две птички зарисованы Выбитая, татуировка Птички любят фрукты, может быть, вот тут А, не только, да, на другой руке, ей что-то другое Птички поклевали Понимаете, это вообще ни к чему не относится Это просто симпатичный Ну да, это просто две птицы, сначала была одна Потом я подумала, что это как-то, наверное, связано с одиночеством И надо обязательно вторую птичку Пару, да, конечно Я вот птички А у кого-то в вашем коллективе есть, не знаю, фрукты Может быть, Иван Ургант в профиле Вы знаете, у меня есть, но я не могу вам, к сожалению, показать Она достаточно в интимном месте находится Вот, но у меня есть случайно До того, как вообще случились фрукты Я себе нарисовала на спине костью Обратите внимание, как он стоит Видите, 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 какой у него контрабас Так То есть так контрабас не держит ни один контрабасист Возможно, даже в мире И когда мне мой татуировщик Серёжа Игнатов Бил эту татуировку Говорю, Серёжа, ну вот что ты сделал Как бы, это должна была быть гитара Он говорит, слушай, ну чего-то Как-то вот пошло, поехало Она получилась большая И там просто стоит Костя Вот И я это поняла только спустя годы Потому что я же её не вижу Да, да А Костя увидел И сказал, что это же я Может, ты тоже туда не заглядывал Надо отметить Ребят, это... А что у тебя, Костя, сзади интересно? У меня нет У меня я против того, чтобы напачкать своё тело Какими-то внутренними красками Ну, зато ты не можешь быть против, Костя Главное, чтобы душа была чистой, Костя Чтобы звучали песни Это точно Давайте перейдём к следующей композиции Утекай В подворотне нас ждёт Марьяк Он хочет нас посадить В крючок Красавицы уже лишили своих чар Машины в парк и все гангстеры спят Остались только мы на растерзании Парочка простых и молодых ребят Парочка простых и молодых ребят Субтитры создавал Утеки И Утеки Субтитры сделал DimaTorzok 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 сейчас хотим впервые у нас премьера мы с разрешения, конечно, я вчера написала ребята, можно ли исполнить, они говорят, конечно ребята будут у нас в гостях, но чуть позже перед своим концертом московским да, им будет приятно в общем, мы посвящаем эту песню им как это ни странно да, это челлендж стоп, ровнение направо поскольку начало и где будет шоу я надену пиджак скажу себе good luck а потом let's go девчонки скачут рокеры пикачут ты стоишь себе одна в уголке они не понимают много потеряют если не расстанутся тебе а кому-то на высоком хавлуке я тебе подарю себя вот я ставлю первый даром а второй бесплатно я сдаюсь наё возьми как своё но не забудь потом вернуть обратно я прочитала в жирже что не модно уже прокалывать бровь и вот у стойки стаю тихо пиво пью и ищу любовь свет иди на кайзер челлендж а у тебя вася вася живет ухо сигарета в руке а ты всё одиноко всё так же одиноко и они не достанутся тебе а кому-то на высоком хавлуке я тебе подарю себя вот я ставлю первый даром а второй бесплатно я сдаюсь наё возьми как своё но не забудь потом вернуть обратно я тебе подарю себя вот я ставлю первый даром а второй бесплатно я сдаюсь наё возьми как своё но не забудь потом вернуть обратно мимо плывут укуреные пацаны и просто выносит, уносит и носит от силы до силы нечем дышать и как удивительный мир я должна быть каблуки эфир каблуки эфир каблуки эфир я тебе подарю себя вот я ставлю первый даром а второй бесплатно я сдаюсь наё возьми как своё но не забудь потом вернуть обратно я тебе подарю вот я ставлю вот я ставлю тебе подарю стой я ставлю вот я ставлю тебе подарю мимо плывут укуреные пацаны ну и пусть не проплывают ах.. да 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 официальные и полномочные послы радости на планете земля группа фрукты Сегодня в концертном зале, дорогие друзья, мы наслаждаемся этой музыкой. Сколько длится ваша концерта обычно? Насколько настраиваться поклонникам, фанатам? Слушайте, мы обычно пишем трек-лист и все время читаем, что это час, типа, 30-40 часов. А в итоге? А потом почему-то, вроде спели эту же программу и даже иногда что-то недопели, и почему-то получилось там 2.25. В зависимости от того, какие пацаны мимо проплывут. Если такие пацаны среди вас, нет. Пацаны проплывают, например, или девчонки с записками, и просят ли что-то спеть? Вот такое есть у вас на концертах? Но это больше квартирниковская история. У нас концерты, получается, в больших клубах. Большие залы нас ждут. Или кричат, может быть, что-то. У нас популярна вот такая акция, например, кто-то хочет сделать предложение или поздравить с днем рождения, нам заранее пишут письмо. И мы стараемся об этом не забыть, не забываем. Есть вот уже на концерт, который будет 15-19? Очень мало романтичных людей. Дорогие люди. Мы призываем. Мы призываем. Надо быть активнее. В конце концов, она уплывет. 15-го можно сделать предложение в Москве, 19-го в Петербурге. Да, в клубе Рэд. Нужно подготовиться, нужно написать. А куда писать, Саша? Нас очень легко найти. В соцсети, да? Найти можно написать. Сейчас же просто Google всем в помощи. Раз, два и все. Нашли группу Фрукты, написали администратору группы и сказали так, ну вот так. Там мой единственный телефон, он мой. Черт, зачем я это сейчас скажу. В общем... Руководителя коллектива. Они называют ее, наверное, мамой. Судя по тому, что написано на пультике там, да, вот. Да, вот, пожалуйста, знакомьтесь. Вот мой сын сидит, наш мониторный звукорежиссер. Кроме потрясающих каверов, есть у вас свои песни. Расскажите, вы их записываете, альбомы издаете. Вот как с этим? Нет. Что? Не издаете, не записываете. Нет, не расскажем. Ребят, ну что касается клипов, на просторах интернета два нам удалось найти. Бали и Москва-варенье. И все это додержится в 14-м, 15-м годах. Больше ничего нет. Ну вот все как раз связано с нашей занятостью. Вот вы спрашиваете, мы, может быть, песни-то и успеваем писать, а вот записывать их, снимать клипы и так далее, то есть, к сожалению... Девчонки, а там студия, никак ничего там нельзя. Вообще можно, но это надо же утром, пока там сидят работники, то вот он от Ильи, надо утром успеть выложиться на максимум. Они даже не сидят, они обычно лежат, поэтому... Приходите, будете, записываете. Ну, по крайней мере, хотелось бы, чтобы у вас действительно были свои песни записаны, саранжированы, и потом, может быть, мы их сможем приобрести уже. Да, мы желаем вам этого. И клипы тоже, как телерадиоканал, мы тоже ждем от вас. Будем стараться. Ну, а теперь песня у нас в продолжении музыкальной части концертного зала. Будь со мной. В летнем парке музыка играет. Все танцуют в праздничные дни. Пусть проходит лето и приходит осень. Не забыть нам никогда московские огни. Будь со мной. Будь со мной. Будь со мной. Будь со мной. Будь со мной всегда. Ириана в зимнем парке. Тишина смеется. И деревья тихие стоят. Мы с тобой гуляли. Лето вспоминали. У нас есть наша песня. Давай ее споем. Будь со мной. Будь со мной. Будь со мной всегда. Ты рядом. Будь со мной. Будь со мной. Будь со мной всегда. Ты рядом. Будь со мной. Будь со мной. Будь со мной всегда. Ты рядом. Маэстро контрабасисто Константину Ивановичкину. Пусть я налез. Соло. Пусть я налез. 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 Мы с тобою встретились весною, улыбаясь, Всех, а ты сказал, осенью, метою, лесом и зимаю, Будь со мною рядом, будь всегда со мной. Будь со мной, 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 свободные какие-то числа когда можно приглашать фрукты куда-то на корпоратив новогодние но второе января удивляются до участники у нас билеты просто куда отправляйтесь отдыхать если уже все решено давайте просто скажем что мы отправляемся отдыхать они устали от шоу бедности да хорошо мы надеемся в инстаграм и все это потом увидеть вы же будете выкладывать вообще соцсетями скажите пожалуйста все-таки действительно команда из петербурга из города такого серьезного рок-н-ролльного но у вас такая позитивная светлая радостная музыка как так получилось вы пошли на сопротивление или вообще откуда вот это солнце вы черпаете расскажите мы до того как фрукты собрались занимались исключительно мрачной музыкой готовились да да мы просто решили первые 25 лет своей жизни посвятить такому петербургскому а когда познаком встретились сашей во второй раз своей жизни решишь надо срочно что-то изменить и и и горячие глаза они просто дают я хочу быть с тобой я буду с тобой вот это можно петь в перерывах что у всех участников группы фрукты музыкальное образование есть или есть талантливые самоучки самородки самородки ну по-разному складывалась судьба так давайте будем откровенную в школу всех есть правильно так ну кто-то не закончил значит есть и то есть все что-то же есть вообще да что-то больше кого-то меньше знаешь я могу сказать что самое классное это когда человек самоучка это самое крутое потому что у него какой-то есть свой неповторимый стиль вот опять-таки кости играет на контрабасе так потому что никак не могу найти учителя адекватного она потом говорит ресторан это самая лучшая школа на трубе ну вот еще если возможность амини на скрипке опа а саша дирижер на что касается вашего приезда в москву он случился сразу как только вы узнали что будете работать на первом канале или как-то со временем первое время мотались ну так утром в москве мы пытались мотаться поматываемся на шоу на шоу сняли одну квартиру на все вот оказалось что не очень удобно поезд один стрелу один вагон наверно для вас снимают квадратов 300 квартира если бы одно купе нет трехкомнатная квартира в хрущевке нормальная такая ну вот казалось что просто пользоваться всем одной ванной не очень удобно особенно когда у твоего клавишника длинные волосы чем у тебя не все так просто в жизни артистов дорогие друзья если сейчас какие-то может быть юные зрители слушатели музыканты нас смотрят скорее всего сразу вот так вот раз по волшебству а тут понимаете ли вот такие квартиры я не по волшебству все правда так и было друзья группа фрукты мы продолжаем а ослушать концерт да у нас концертный зал песня человека который разрешил нам петь все песни на свете мы даже спросили можно спеть вашу песню он говорит да пойте вы что хотите вот так мы и поем это саша передал привет валерию сетки ты с высоты красоты своей меня не замечаешь о да но все равно будет ночи ты меня еще узнает пускай сегодня я никто и пусть и пусть твердят тебе что я не тут но дай мне этот день дай мне эту ночь дай мне хоть один шанс и ты поймешь и ты поймешь я то что надо дай мне дай мне этот день дай мне эту ночь дай мне хоть один шанс ты не уснешь ты не уснешь пока я рядом дай мне как он это это шанс Я, где на тебя, я, я не богатый, не замени, я стивил вон, где нет, но все равно не смешно. И на тебя я не обижаю, пускай сегодня я никто, и пусть твердят тебе, что я не он, но дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс. И ты поймешь, что-то, что надо, дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс. Ты не уснешь, ты не уснешь. Пока я рядом. Я думаю, что очень долго многие не смогут уснуть после сегодняшнего выпуска концертного зала. И это вам найти не программа «Вечерний органде». Вот по столечке здесь целый концерт, потрясающая группа «Фрукты». Саш, Мими, я хотела узнать, а часто ли ребятам, хотя я думаю, что да, приходится выполнять роль не только участников группы, но еще и ваших телохранителей? Потому что две совершенно невероятные красотки, голосистые, талантливые, ненарядные и красивые. В нашем мире все по-другому, мы их защищаем. Даже так? На самом деле, мы, бывает, путешествуем по выходным. На велосипедах, расскажи, на чем? Нет, садимся в самолет, летим в какой-нибудь прекрасный город, играть концерт. И мы заметили такую особенность, что в Москве люди привыкли, видимо, видеть популярных людей и их игнорируют. Либо как-то по-другому. Ну, привыкли уже, конечно. Уже особо не бегут с телефонами следом. Да, а когда вот мы оказываемся где-нибудь на стыковке в Казахстане, то тут оказывается, что мы очень популярная группа. Какая-нибудь команда по калитаринской борьбе есть. Это наши люди. Вы попадаете, потому что с каждым не сфоткаешься. Просят ли вас спеть что-то из любая сразу? Три раза. Нет, люди, которые нас узнают, знают, что мы не поем. Точнее, что мы поем другие песни. Но периодически приходится нам девчонок как-то оберегать или отвлекать борцов. На себя внимание как-то. Парни, парни, мы здесь, мы тоже типа крутые. Давайте с нами фоткаться. Ребята, давайте организованно решим вот какой момент. Сейчас 52 минуты практически. И у нас до финала часа есть с вами возможность либо две песни друг за дружкой прям спеть, либо одну и поболтаем. Кто принес решение? Давайте поболтаем. Поболтаем и споем «Пароход». Пароход, тогда сейчас «Пароход». О чем мы поговорим? Все-таки две, нет, давайте. Вот специально тянут время, мне кажется, какие все-таки. Так что поем или говорим, ребят, что коллегиально. Все-таки лучше о нас говорит и наше творчество, поэтому кто-нибудь видел мою малышку? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА